Проделаем опыт. Возьмем несколько достаточно узких стеклянных трубок разного диаметра. Такие узкие трубки называют капиллярами. Опустим их в сосуд с водой. Вода в трубках поднимется, правда, на разную высоту. Подъем воды в капиллярах объясняется тем, что вода смачивает стекло, то есть силы притяжения между молекулами стекла и воды больше, чем между молекулами воды. Они и заставляют воду подниматься. По этой же причине поверхность воды в трубках не будет плоской, она слегка приподнята по краям. Из опыта также видно, что чем меньше диаметр трубки, тем выше поднимается вода. Высота столба жидкости в капилляре зависит и от рода жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем меньше высота подъема. Если опустить трубки в жидкость, которая не смачивает стекло, например, в ртуть, то уровень жидкости в них будет ниже, чем в сосуде. В этом случае силы притяжения между молекулами ртути и стекла меньше, чем силы притяжения между молекулами ртути. Это и заставляет ртуть опускаться в капилляре. Поверхность ртути, так же как и поверхность воды, не плоская, она выпуклая, края ее опущены. Высота, на которую опускается ртуть, также зависит от диаметра капилляра. Продолжение следует...